Приветствую вас, дорогие мои. Хочу немного рассказать вам о пользе чтения книг в оригинале. Сейчас мы с одной из моих учениц начали практиковать разговорную речь на основе ее любимой книги. Я ради интереса решил сравнить перевод с оригиналом. Как правило, расхождение перевода с оригиналом происходит, когда используются слова, которых нет в русском языке или есть, но используются в другом значении. Например, слово «шовинист» переводится на русский как «шовинист», но в английском он обозначает «приверженца патриархата». Это очень тяжело перевести одним словом, потому что не все читатели знают, что такое патриархат, поэтому это понятие в этом переводе обозначено как «высокомерные кретины». Я считаю это плохим переводом, поскольку он передает другой смысл, но это неважно. На самом деле я хочу вам показать, что происходит, когда переводчик начинает фантазировать вместо того, чтобы заниматься своей работой. Сначала покажу перевод. Немилосердно относиться к почтовому ящику. Нельзя, чтобы он давился письмами. Две строчки текста. Теперь оригинал. Я выделю красным те слова, которых даже близко нет в оригинале. Выражение «to rage out of control» просто переводится как «выйти из-под контроля». Это действительно странно звучит на русском языке в случае с почтовым ящиком, но я уверен, что вы, мои уважаемые подписчики, сможете предложить гораздо более адекватный перевод в комментариях. На сегодня все. Это Армянизм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова